31 октября в городе над Бугом состоялась торжественная церемония открытия бюста Минахима Бегина. В мероприятии приняли участие представители МИД Беларуси и местной администрации, депмиссии, расположенных в Бресте, главы и представители еврейских организаций, а также ветераны, молодежь и жители города. Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в нашей стране Иосиф Шагал в ходе своей приветственной речи зачитал письмо премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Свою благодарность такому вниманию со стороны беларусов выразили также представители еврейских общественных организаций. Есть слова протокольной благодарности, а есть слова благодарности искренней, от сердца. И я от всего сердца благодарю именно руководство Беларуси, потому что я понимаю, в каком непростом положении они оказались после моей просьбы. Потому что это непросто, я очень хорошо это понимаю, это непросто установить. Это первый памятник лидеру государства Израиля на территории постсоветского пространства. Это, если хотите, это подвиг. И это, я думаю, для руководства Беларуси, это было непростое решение. И тем ценнее оно для нас, для израильтян, одно дело, когда мы говорим о дружбе между народами, о сближении двух стран, а другое, когда мы подтверждаем вот эти слова реальными действиями. Памятник выполнен из бронзы и мрамора. В состав творческой группы, работавшей над ним, вошли председатель Союза Белорусских Еврейских Общественных Объединений и Общин Леонид Левин, автор эскизных проектов брещанка Олеся Гурщенкова, архитекторы Олег Лешук и Константин Селиханов. Постамент, на котором установлен бюст, представляет собой два треугольника, поставленных один на другой. И если смотреть сверху, то их углы образуют звезду Давида. Вот идея вот этих сдвинутых двух треугольников, которые, если смотреть с высоты неба, образовывают звезду Давида. То есть такой метафорический прием. И принадлежит Леониду Левину, потому что фактически он был инициатором этого памятника и идеи. И предложил мне поработать над пластической составляющей, то есть непосредственно бюстом Минахина Бегина. Но я решил это делать не как традиционный бюст, а как просто такая вот совершенно лишенная литературщины и какой-то другой основы привязки к рассказу. Сделал просто такой портрет. Минахин Бегин – человек-легенда и выдающийся общественный деятель. Многие полагают, что его жизнь – это пример беззаветного служения своему народу. Можно по-разному относиться к методам и способам его правления, но несомненно одно. Минахин Бегин занимает видное место среди политических деятелей современности, и его вклад, как лауреата Нобелевской премии в дело мира, недооценивать нельзя. А потому открытие памятника в родном городе деятеля – дань уважения к заслугам знаменитого берестейца. Самое дорогое, что имеет человечество у себя в жизни – это его история, его знание этой истории. И сегодня мы отдаем дань человеку уважения, который родился у нас в городе, который тоже делал историю нашего города. Поэтому открытие вот этого бюста, лауреата Нобелевской премии мира, бывшему руководителю правительства Израиля, оно событие, которое говорит о том, что мы помним и знаем свою историю. И оно сохранится в веках, а значит город будет жить в веках. Анастасия Стропко, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.